Доброе утро, коллеги! С вами Исаков Роман и это ежедневный обзор основных инструментов летных пар индексов на предстоящий день. Пятница, 13-я. Посмотрим, как эта неделя будет двигаться для трейдеров и как она завершится сегодня. Наш разбор начнем, как всегда, с пары евро-доллар. На текущий момент тенденция на укрепление сохраняется. Ближайшие цели по движению – это обновление максимальных значений, которые мы видели вчера, отметка 1.1879. После преодоления данного уровня уже мы можем увидеть евро на отметке 1.1957. Ближайший краткосрочный разворотный уровень находится на минимальных значениях, которые были вчера. Это отметка 1.1827. Если пара сможет закрепиться ниже данного уровня, то в краткосрочной перспективе мы сможем увидеть коррекционное движение по паре евро-доллар с целями в область 1.1780. На текущий момент тенденция на укрепление остается в приоритете. Пара британский фунт, американский доллар также продолжает укрепляться. Хоть и вчера мы видели снижение порядка 140 пунктов, но буквально через несколько часов фунт вернулся обратно в тот же диапазон, с которого и пошло снижение. И сегодня уже видим торговлю выше максимальных значений, которые были зафиксированы вчера. Поэтому на текущий момент тенденция на укрепление сохраняется. После данного снижения были также интересны возможности повторно присоединиться на покупку по паре британский фунт и американский доллар. Ближайшая цель по движению это, во-первых, закрепиться выше отметки 1.3292 максимум, который был вчера. И далее уже мы можем двигаться на 1.3408. Сейчас, как раз после вчерашнего движения, ближайший разворотный уровень находится на минимуме, который был вчера. Это отметка 1.3121. После закрепления за данным уровнем, если мы это увидим, то уже тенденция вновь вернется к нисходящей. Пока покупки в приоритете. Пара американский доллар и японская иена также продолжают свое нисходящее движение. На текущий момент цели это область 111.48. Ближайшая цель далее уже 110.52. Разворотный уровень находится на максимальных значениях, которые были вчера. Отметка 112.52. Пара австралийский доллар и американский доллар продолжают укрепляться. Ближайшие цели на текущий момент это движение в область 78.67 и далее уже на 80. Ближайший разворотный уровень располагается на минимальных значениях, которые были вчера. Это отметка 77.82. Покупки также остаются в приоритете. Пара американский доллар и канадский доллар продолжают снижаться. Ближайшая цель по движению это закрепиться ниже отметки 1.24.38. Ближайший разворотный уровень находится на максимальных значениях, которые были вчера. Это область 1.24.90. Если мы увидим пару выше данного уровня, если сможем закрепиться, то вероятно начало восходящего движения по данному активу на текущий момент. Цели уже остаются в приоритете именно для нисходящего движения. Пара еврофунт. Сейчас буквально в момент записи нашего обзора мы видим уход ниже минимальных значений, которые были зафиксированы на этой неделе. Уровень в области 89.14, что в свою очередь нам говорит о начале краткосрочного нисходящего движения по данному активу и завершении роста в данной валютной паре. На текущий момент ближайшая цель это закрепиться ниже отметки 88.97. Далее уже мы можем увидеть движение на 87.90. По золоту мы также видим продолжение восходящего движения. Ближайшие цели по данному активу. Во-первых, это закрепится выше максимума, который мы видели вчера. Это отметка 1297 долларов за тройскую унцию. И далее уже двинутся на 1312. Ближайший разворотный уровень на текущий момент я могу отметить на минимуме, который был вчера. Отметка 1289 долларов за тройскую унцию. Нефть марки Brent делает попытки начать нисходящее движение. Вчера мы видели уход ниже минимумов, которые были зафиксированы 11 октября. И на текущий момент в рамках краткосрочной перспективы продажи остаются в приоритете по нефти марки Brent с целями движения. Сначала в область 55.30 и далее уже на 54.80. Если говорить о покупках, то только после закрепления выше максимумов, которые были вчера, отметка 5705. Ну и индекс DAX. Здесь существенно ничего не меняется уже больше недели. Торгуемся в диапазоне. Верхняя граница это 13 тысяч ровно. Психологический уровень, исторический максимум по данному активу и уровень поддержки в области 12943. Диапазон пока сохраняется. Уход выше и закрепление за отметкой 13 тысяч продолжит уже восходящее движение в данном активе. Если мы увидим уход ниже минимум, который мы отмечали по области поддержки, то уже начало коррекционного нисходящего движения по данному активу будет актуально. Итак, коллеги, всем спасибо за внимание. Желаю хорошего завершения торговой недели. Напоминаю, со следующего понедельника стартует курс персональной инвестиции. Ссылку на описание данного курса, который буду проводить я, трехдневный онлайн-курс, вы можете найти под описанием к этому видео. Всем хороших выходных и увидимся в понедельник.